Коллеги инвесторы, здравствуйте! Рассказываю про свой опыт инвестирования. Инвестирую в российские акции. В российские компании опыт инвестирования более трех лет. Сегодня четверг, 25 апреля 2024 года. Мы уже по старой доброй традиции пополняем свой брокерский счет на 2000 рублей для совершения покупок. Не обращайте внимания на мой голос. Чуть-чуть приболел, как говорится, чуть-чуть охрип, поэтому записываю как есть. Портфель по-прежнему неизменный. В нем находятся также 10 компаний. Это компания Аэрофлот, Газпром, Магнит, Московская биржа, МТС, Роснефть, Россети, Сбербанк, Северсталь и компания Сегежа. Также в моем инвестиционном портфеле есть 11 компаний. Это компания Яндекс. Давайте я покажу. Она сейчас находится у нас в Россельхозбанке. Две акции компании Яндекс. Тут никаких пока что действий не предпринимаю, не покупаю, не продаю. Просто держу, жду, когда все-таки компания Яндекс переедет окончательно в Российскую Федерацию. И, возможно, по этой бумаге продолжу инвестирование. Но у брокера Россельхозбанка как-то пока желание покупать или продавать акции не имею. Ну, давайте смотреть, как у нас меняются показатели компании на недельном графике. Будем совершать покупки. Плюс еще держу фонд ликвидности в своем портфеле. Здесь храню свободный кэш, свободные деньги, дабы, чтобы они на брокерском счету у нас просто так не лежали. Деньги должны, как говорится, работать. Давайте начинаем с компании Аэрофлот. Аэрофлот у нас на неделе подрастает на 1%. Торгуется по 49 рублей 87 копеек за одну акцию. Аэрофлот, конечно, хорошо отстрельнул. И по портфелю у меня подрос прилично. Пока что бумагу эту держу. Да, не платить дивидендов. Бумага очень рискованная. Ну, я думаю, еще не 1 икс мы на Аэрофлоте, как говорится, с вами сделаем. По портфелю рост почти 30%. Компания «Газпром» у нас на неделе снижается на 1%. Торгуется по 163 рубля 9 копеек. По портфелю пока что снижение в районе 6%. Но я думаю, «Газпром» все-таки на долгосрок очень и очень интересен. Компания «Магнит» у нас торгуется по 8107 рублей за одну акцию. Снижение небольшое в районе 1%. По портфелю хорошо подрос «Магнит» плюс 83%. «Московская биржа» у нас снижается на 1% по 227 рублей за одну акцию. Плюс по «Московской бирже» у нас планируются дивиденды. Дивидендная ходность почти в 8%. 17 рублей 35 копеек выплатит компания «Московская биржа». Контрольная сечка 10.05.2024. Ну, буквально тут, как говорится, считанные дни остаются для покупки компании «Московская биржа». Плюс 93% почти по портфелю «Московская биржа». «МТС» у нас торгуется по 308 рублей. Также «МТС» объявил о вкусных, мощных, жирных дивидендах. Дивидендная доходность в районе 12%. 35 рублей на одну акцию. Контрольная сечка 15.07.2024. «МТС» всегда, конечно, радовал дивидендами. Бумага не очень растущая, но дивиденды всегда очень вкусненькие, как говорится. «Рост нефти» у нас снижается на 1,5%. Торгуется по 577 рублей за одну акцию. Почти тут по портфелю 43%. «Рост сети» как-то вообще не радует. Торгуется по 12 копеек. Снижение на неделе 2,5%. «Рост сети» тоже как-то без каких-то серьезных взлетов, падений. Ну, да и дивидендов что-то нет. Ну, как-то, не знаю, думаю по этой бумаге тоже, что буду делать дальше. «Сбер» у нас также объявил о дивидендах. Цена уже пробила отметку 300 рублей за одну акцию. Дивиденды вкусные, тоже в районе 12, точнее 11% дивидендной доходности. На одну акцию 33 рубля 30 копеек. Кто-то ожидал больше по «Сберу». В принципе, цена по дивидендам очень даже и приличная. «Северсталь» у нас торгуется по 1873 рубля за одну акцию. Также по «Северсталь» у нас планируются дивиденды. Контрольная сечка у нас плюсом. Еще за первый квартал у нас «Северсталь» выплатит почти тут 39 рублей за одну акцию. И 1806-го, также контрольная сечка, 191 рубля. Ну, конечно, «Северсталь» своих акционеров очень и очень порадовало. Ну, приятно такие дивиденды, конечно, получать. Я думаю, чем дальше, тем будет круче и больше по дивидендам. По портфелю рост почти 84%. И аутсцентр моего портфеля – компания «Сегежа». С бизнесом вообще ничего не понятно. Все-таки ориентированы они были на Европу. Но, к сожалению, все это перекрыто, все закрыто. Поэтому, когда они начнут зарабатывать, тоже пока неизвестно. Но будем потихонечку добавлять. Я думаю, на долгосрок очень и очень будет бумага интересна. Так, давайте покупать. Первая покупка на этой неделе будет компания «Газпром». Как говорится, «Газпрома» много не бывает. Средняя высоковато – 173 рубля 19 копеек. Потихонечку буду усреднять «Газпром». Покупаю не как краткосрочную инвестицию, только долгосрочную. И так как у меня «Газ» находится в минусе по портфелю, поэтому побольше его сейчас и добираю. Как только перейдет в плюс, буду покупать уже более, более, как говорится, рентабельные позиции. Так, все, купили 10 акций компании «Газпрома». Заявочка у нас сработала. Давайте посмотрим. Теперь в портфеле у нас должно быть 470 акций компании «Газпрома». Так, потихоньку, помаленьку набираем позиции. На брокерском счете… Давайте посмотрим, какая средняя по «Газпрому». Буквально тут на 20 копеек усреднились. Ну, как говорится, копейка-рубль бережет. На брокерском счету у нас 368 рублей 47 копеек. И я думаю, нужно будет немножко фонд ликвидности нам распотрошить для покупки следующей компании. Фонд ликвидности. Очень удобный фонд ликвидности. Но только в ВТБ мои инвестиции. Нет комиссии за брокера. Нет за продажу комиссии. То есть, очень и очень удобный. Я люблю им пользоваться. И хранить здесь, конечно, кэш. Так, продадим 20 у нас, если можно назвать, акций фонда ликвидности для следующей покупочки. И следующая покупка будет компанией «Сегежа». На брокерском счету у нас бюджета хватает. Из 100 акций компании «Сегежа» доберем в свой инвестиционный портфель. Средняя также, конечно, по «Сегеже» высоковато. 5 рублей 30 копеек. Будем потихонечку также ее доусреднять. Нажимаем «Купить». Давайте посмотрим. Один лот у нас торгуется по 100 акций. Обязательно выставляем по рыночной, чтобы заявка у нас оперативно проходила. Уже научен горьким опытом, что если по своей цене покупаешь, там заявка может вообще слетать и не проходить. Нажимаем «Подтвердить». Все. «Сегежу» мы докупили. 100 акций. Теперь у нас в портфеле. Давайте посмотрим, сколько у нас в портфеле акций компании «Сегежа». 7900 акций компании «Сегежа». Вообще сумма 30178 рублей. Посмотрим, насколько усреднились мы по компании. Ну, также тут буквально на пару копеек усреднились. Ну, потихонечку будем набирать позицию. Так, давайте оставшийся кэш перекинем в фунт ликвидности. Обратно у нас тут 13 рублей 75 копеек. Пусть они там варятся, пусть они работают. И мне, как инвестору, приносят прибыль. Один лот у нас, одна акция. Нажимаем 9 лотов по рыночной. Итоговая у нас 12.47. Все. Фонд ликвидности пополнили. На брокерском счету у нас там остаются копейки. Но, к сожалению, эти копейки уже никуда нельзя пристроить. Рубль 26. Все. Пусть они тут уже лежат для следующих пополнений. Так что, вот такие покупки мы сделали на этой неделе. Купили с вами 10 акций компании «Газпрома». Цена очень вкусная, цена привлекательная по 163 рубля. И 100 акций компании «Сегежа» по 3 рубля 81 копейки за одну акцию. Так что подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, какие акции вы держите в своем инвестиционном портфеле. Какие акции посоветуете мне для дальнейших покупок. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Стараюсь читать все комментарии. Отвечать на все комментарии. Ставьте лайк этому видео. Поддерживайте канал. Для меня это будет огромная мотивация выпускать новое видео. Показывать, как я инвестирую. Как я покупаю российские акции, российские компании. Всем счастливо. Всем пока.